К нашему эфиру присоединяется генерал-лейтенант Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины». Приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, треть боеспособного флота Ту-95МС и Ту-22М3, по данным издания Defense Express, сосредоточена на аэродроме Оленья Мурманской области. О чем, по-вашему, это может свидетельствовать? Вот как предполагают расследователи, Россия готовится к новому удару по инфраструктуре Украины и в то же время стремится обезопасить наиболее ценные самолеты от ударов дальнобойными дронами. Как вы относитесь к таким оценкам? Какие еще аэродромы Россия может использовать? Аэродромы пока, в общем-то, те же каталии, но до Олени мы, по-моему, не наносили удары, а вот тут ближе даже на первый год своими беспилотными аппаратами, которые у нас использовались еще с советских времен. Их там мало на то время оставалось, но все равно. Такой подход очень важен, чтобы упреждать, действовать с упреждением, не ждать, когда такого рода самолеты будут подниматься в воздух и пускать соответствующие ракеты. Они работают над модернизацией ракеты, а вот самолеты, конечно, они не могут их производить уже, и поэтому любое поражение такого рода самолетов – это безвозвратная потеря. Вот, имея в виду все эти обстоятельства, и с учетом того, что надо делать на упреждение, это наиболее эффективный способ, чтобы уничтожать носитель до того, как они с этого носителя применяют, в данном случае, ракеты, современные более ракеты, или старые так или иначе, ракеты, которые потом приходится сбивать. То есть, логика тут понятна, вопрос в средствах. В средствах это могут быть дроны, это могут быть ракетные комплексы, это могут быть группы специальных структур, от ГУР, СБУ и сил специальных операций. В последнее время, как мы видим, наиболее распространенное воздействие и применение за счет беспилотных наших аппаратов, баражирующих боеприпасов, дальность которых, по последней максимальной, по-моему, были данные на 2000 километров, полторы-2000, это серьезные показатели. И тут вопрос масштабирования, во-первых, нами выпуска и совершенствования этих аппаратов, ну и возникает вопрос увеличения всех характеристик. То есть, увеличение боевой части этих аппаратов, дальности полета, точности наведения и повышение возможностей преодоления системы противовоздушной обороны противника. То есть, останавливаться ни в коем случае нельзя, надо совершенствоваться, потому что россияне изучают все это и пытаются со своей стороны добиваться того, чтобы как можно большее количество сбивать наших средств нанесения ударов по их объектам. Я напомню нашим телезрителям, что в Украине практически по всей территории нашей страны продолжается воздушная тревога, опасность нанесения воздушного удара. Поговорим с вами о защите украинского неба. Вот по базе отдыха в Харьковской области Россия ударила ракета «Искандер-М». Обезопасить Украину от такого типа ракет способны только патриоты? Еще сам ТИМ или их аналоги. Но вопрос тут еще в чем, это так сказать. Даже если вот президент добивается, чтобы для Харькова все-таки нашли в первую очередь там две батарейки Патриот. Условно говоря, будем считать, что они у нас зашли. Во-первых, это не очень мобильное средство Патриот передвигаться, потому что надо проводить стрельбы и уходить от удара по этим Патриотам. Надо думать, реализовать. То есть это к тому, что надо средства противовоздушной обороны на малых высотах, которые бы прикрывали теперь эти Патриоты. А для применения эффективного Патриота, то есть нам для чего они нужны? Для того, чтобы сбивать носители управляемых как авиабомб, даже с момента, когда эти средства и носители, такие как Су-34, 24 или будь какие другие, поднимаются на территорию Российской Федерации, идут в нашу сторону, не доходя, так сказать, границы, пускают эти управляемые бомбы, разворачиваются и садятся. И поскольку требования предъявляют те же американцы, если стреляем Патриотом, что над Российской Федерацией не стреляют. Мы заложниками такие подходы. Даже будут Патриоты, мы их развернем, но бить там не приходится. Они применяют оружие. Вот какая логика, какие двойные стандарты у американцев, как это реализуют. Мы видим, как они полгода этим занимались и продолжают оставаться на тех же позициях сейчас. И там что-то бьют Харьков, все на словах это одно. А как только до конкретной реализации, мы говорим о том, что это после того, как над Российской Федерацией полтора года назад сбили, рекорд вообще-то установили силы обороны Украины, сразу пять летательных аппаратов. Два самолета, три вертолета. Но поскольку это Патриотом, то это нельзя делать над Российской Федерацией, с тех пор такого рода запреты. Поэтому мы там реанимируем старый комплекс, перевозимый даже, не мобильный, S200, у него большая дальность. Но все это достаточно сложно, то есть своим средством. А другого средства пока комплекса, соответствующего, мы не имеем среднего и большой дальности. И поэтому тут не так просто и однозначно. Вот появились эти комплексы, и мы как бы можем выполнять эту задачу, прикрывать Харьков. Потому что существуют такого рода запреты. И с этим надо продолжать дальше бороться в работе с нашими союзниками. Да, мы как заговорили о защите украинского неба, вот пошли отбои воздушной тревоги. Такой момент по поводу, ну, не патриотами едиными. Вот Украина получит от Литвы шесть радиолокационных станций Амбер-1800. Как эта установка усилит нашу систему ПВО? Ну так, если вкратце. Да, если вкратце, то любое средство – это глаза, значит, с точки зрения, ну, и уши по-своему. То есть это средство разведки воздушных целей и вообще целей, будь каких. И начинаются боевые действия, начинаются с разведки. Успешно проводится разведка, выявляются цели. Значит, высокая вероятность того, что если мы имеем средства поражения в этой сфере, то есть в воздухе, на земле, на море, то, значит, эта цель будет уничтожена. То есть это первично, это необходимо. Ведутся охоты со стороны россиян за такого рода комплексами. Поэтому, конечно же, нам нужны и такого рода средства. Нам надо расширять свои возможности по проведению разведки во всех этих сферах. Это очень важно, потому что реализуется разведно-ударный комплекс. Россияне продвинулись в этом вперед. То есть они дронами ведут разведку, в онлайн скидывают информацию о выявленных у нас цели на Искандеры, и те производят пуски. К сожалению, вот за последний месяц они, значит, у нас официально, наши информировали, на площадках заправки вертолетов были поражены три вертолета. Это серьезный вопрос, то есть в текущем, ближе, то есть они не летали так далеко от линии соприкосновения, ведения действий, а теперь расширили возможности, это, кстати, о средствах разведки, своей разведки и передачи информации на батареи Искандеры, которые потом осуществляют такого рода удары. То есть то, что в прошлом веке или к концу прошлого, значит, только могли думать, говорили, разрабатывали теории разведно-ударных комплексов, сейчас они в этой войне реализуются. Кто быстрее это освоит, тот будет более эффективным. Дания решила выделить Украине новый пакет военной помощи на 750 миллионов евро. И вот почти половина этой суммы это усиление ПВО, а вот часть средств, она пойдет на передачу Украине самолетов F-16. Скажите, а как будет организована защита украинского неба с появлением западных истребителей? Только ли речь идет о прифронтовых участках? Нет, как раз речь идет о комплексном использовании этих самолетов. Причем, с одной стороны, это как дальняя рука системы противовоздушной обороны. То есть они могут взлетать, оценивая, ведя разведку воздушного пространства, о котором мы говорили перед этим. Значит, можно поднимать эти самолеты по всей Украине, кстати, на разных взлетных посадочных полосах. Они должны находиться, подниматься, взлетать и идти в район выполнения задач. И если комплексы зенита-ракетные быстро мы не можем переместить по земле, то самолеты для этого есть, что поднимаются и наводятся. А самолеты эти могут работать по аэродинамическим целям. Фактически по всем целям, кроме полистических ракет. То есть нам нужна дальняя рука в систему противовоздушной обороны, не только F-16. Можно, значит, что это все американцы держат на запретах. То есть и поставки этих самолетов, и F-16, и разрешение Швеции, чтобы они свои могли передавать. Хотя там не принимают какую-нибудь там запчасть одну есть американская. Вот они используют, чтобы и шведам не давать поставлять нам эти гриппины, например. А кроме того, это же возможности применения летательного аппарата, в данном случае 4 плюс поколения самолета, для нанесения ударов по наземным, по надводным целям. И в зависимости от того, какое будет предоставлено вооружение к этим самолетам, должны появиться новые возможности у сил обороны Украины по нанесению ударов по наземным, по морским целям. И это тоже очень важно. То есть этот истребитель можно использовать как легкий штурмовик. Это очень важно. Надо начинать. Это, может, было полгода назад, как планировали предварительно. А полгода, значит, американцы нам протормозили эту ситуацию, как с поставками вооружения вообще, так и с F-16. Очередной раз ссылаясь на два основных направления возможности эскалации, возможности применения оружия массового поражения со стороны россиян. Мы это слышим уже, так сказать, третий год. Пора бы научиться чему-то изменить подходы и более решительно принимать участие, поскольку их уже экономисты рассчитали, что выгоднее им сейчас, то есть они подразобрались на третьем году, побеждать вместе с нами, а не помогать россиянам не проиграть, как они делают сейчас. Ну вот сейчас было заседание в формате Рамштайн, уже 22-е заседание. Видимо, просчитывали логистику. И вот сказали, что вот каждую неделю теперь будут новые и новые поступления, и все это будет очень быстро делаться, и это изменит ситуацию на фронте. Они нас научили. Мы уже не верим их словам, и правильно делаем, очень прагматично подходим, а верим в то, что реализуется из того, что говорят они или будь кто. Потому что за полгода вот такого линии поведения мы потеряли, к сожалению, достаточно много людей, и это цена за такое их поведение. Поэтому надо снимать запреты с F-16, прекращать играться углубленным изучением английского языка. Вот датчане, видите, они все новое производят, что надо дополнительно для того, чтобы были заведены эти F-16. Да мы знаем по жизни без них, и по организации ведения войны с 2014 года, и сейчас у нас уже есть опыт. Мы представляем, что пределом совершенствования просто нет по любому вопросу, в том числе по такому сложному, как применение такого вооружения, как самолет. Поэтому ссылаться на то, что что-нибудь недоготовлено, но они это делают с 2014 года. Мы это знаем тоже. И то есть все, чтобы они там не выдумывали новое, к этому надо относиться критически и говорить одно и то же. Да, мы понимаем, что мы не сторонники начала ядерной войны, третьей мировой войны, однако надо понимать, что у нас происходит. И поэтому относиться к этому прагматично и начинать процесс, в том числе с поставки этих самолетов. Мало того, что это не делается пока, да еще нас, так сказать, готовят к тому, что вот зайдет шесть самолетов, а там как хотите, так играетесь далее. Это что за подход? Их военные все представляют, какая эффективность применения оружия какого. Ну, такой подход, это, ну, просто недопустимо. Я, чтобы не сказать еще более резкие вещи какие-то, не хочу. Спасибо им за помощь, как всегда, мы их благодарим. Но пределом тоже есть вот такого рода подходом и торможением. Ну и тем не менее, учитывая, что сейчас участились удары за последние недели, удары силы обороны как по объектам в Донецком, в Донецке, Луганске, так и по военным объектам россиян в оккупирован Крыму. Все-таки есть такое ощущение, что ракеты пришли, и они уже благополучно работают. Спасибо вам за участие в нашем эфире. Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант, был на связи с нашей студией. Конечно, есть возможность, они их представляют, и мы их быстро осваиваем. Поэтому работаем и верим в победу. Вернее, победу мы выбариваем. И есть большая разница. Не просто ждем, а мы, да, мы и за нее боремся. Совершенно верно. Спасибо вам. Вместе с нами и союзниками. Спасибо вам. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...